Константиновский дворец в Стрельне встречает высоких гостей. Еще до официального открытия стартовали первые мероприятия саммита Большой Двадцатки. К примеру, встреча заместителя министров финансов G20. Они завершили подготовку совместного заявления лидеров государств, которое будет подписано 6 сентября. О проблемах развития мировой российской экономики в повестке G20 побеседовал с журналистами Алексей Кудрин. Нашему каналу экс-министра финансов России дал эксклюзивное интервью, в котором затронуло и тему госрасходов. Я говорил, что немножко мы смело, слишком смело увеличиваем некоторые расходы и обязательства. Как в оборонном комплексе, в социальном комплексе. Нам нужно с пенсионной системой что-то делать. Она очень затратная и увеличивает каждый год дефицит. Поэтому мои бы предложения лежали в сфере, если и не секвестра, то перенесения на будущее части расходов, в том числе по оборонному комплексу. Форум «Большой двадцатки» дает возможность собраться за одним столом представителям развитых и развивающихся стран. Последние с каждым годом играют все большую роль в мировой экономике. Международный вес у G20 действительно солидный. На долю этих стран приходится 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли. Здесь проживает две трети населения планеты. Дата создания «Большой двадцатки» – 1999 год. Но почти 10 лет форум существовал на уровне министров финансов и управляющих центральными банками. Лишь осенью 2008-го, когда разразился глобальный экономический кризис, на саммите впервые собрались главы государств и правительств. В 2009-м такой формат закрепили как постоянный. С тех пор прошло уже семь саммитов. Форум G20 принимали в Вашингтоне, Лондоне, Питтсбурге, Торонто, Сеуле и Каннах. А в прошлом году лидеры мировых держав встречались в мексиканском Лос-Кабосе. И именно там, страной-председательницей «Большой двадцатки» на 2013 год, впервые за всю историю была избрана Россия. Международный фонд для председательства не из простых. Глобальная экономика никак не оправится от кризиса. Рост общемирового ВВП замедляется. В 2010-м – 4%, а в 2012-м – чуть более 2%. Растет безработица в государстве «Большой двадцатки» на биржах труда – 93 миллиона человек. Причем треть из них не могут найти работу уже больше года. Конечно, ситуация отличается от страны к стране. К примеру, официальные данные по Японии и Китаю говорят об уровне безработицы в 4%. Ну а в странах Европы средний показатель выше 10%. В Испании и Южной Африке не устроен каждый четвертый. Но это глобальный мир, и проблемы одной страны отражаются на всех остальных. Так что решать их нужно сообща. Итак, задача «Большой двадцатки» в этом году – рост экономики и занятость. Они диктуют и основные приоритеты председательства России. Эффективность регулирования, инвестиции, доверие и транспарентность, проще говоря, прозрачность финансового мира. В саммит Санкт-Петербурге – возможность подвести первые итоги прошедшего года и обсудить дальнейшие шаги. Лидерам мировых держав предстоит обменяться мнениями и выработать совместные решения примерно по 16 направлениям. Одна из самых горячих тем – это теневой банкинг. В современных экономиках финансовым посредничеством зачастую занимаются организации, не попадающие под госрегулирование. Простой пример – терминалы по оплате услуг. Масштабы теневых операций поражают. Во всем мире в год это порядка 67 триллионов долларов. Сумма сравнивая с глобальным ВВП. На долю США, кстати, приходится 23 триллиона. А вот данные Банка России. За прошедший год из нашей страны было незаконно переведено на зарубежные счета 49 миллиардов долларов. Это 2,5% от ВВП. Решить проблему должна модернизация системы налогообложения. Не в отдельном государстве, а по всей двадцатке. Но еще одна глобальная тема – это поиск новых источников финансирования. Здесь и инвестиции в инфраструктуру, и многосторонние институты развития. Конечно, не обойдут вниманием и ситуация вокруг Сирии, ведь сейчас она волнует всех. Но президент России Владимир Путин все-таки подчеркнул – приоритет на саммите останется за экономическими вопросами. Продолжение следует...